У девочки Олеси скоро день рождения. Ей исполнится 4 годика. Девочке, конечно, подарят игрушки и сладости, ведь она, как все малыши, любит играть и резвиться. Но чтобы сделать Олесю по-настоящему счастливой, нужно совсем другое. Девочка родилась без кисти левой руки. У нас даже был такой случай, мы ходили на ёлку во дворец. В прошлом году уже, в этом году мы не пошли. И там маленький круг сделали для маленьких детей побольше. Вот маленький круг, они пошли сами там держаться, как бы. Ее детки не взяли за эту ручку. Папа Олеси ушел из семьи, когда ребенку не исполнилось и полугода. Маме Олеси всего 26. Она пытается совмещать учебу и работу, чтобы обеспечить себя и малышку. А средств требуется немало. Трижды Олеса ездила в Петербург в специальную клинику. Семье пришлось продать автомобиль, ведь на поездку ушло больше 70 тысяч рублей. Врачи обещали пришить Олесе пальчики, но в этом году вынесли ужасное заключение. Операция невозможна. Выход один. Протезирование. Отечественный протез, конечно, не отличается эстетичностью и функциональностью. Ребенок даже испугался мерить этот жесткий пластмассовый предмет, но выбирать не приходится. Протез необходимо менять четыре раза в год. Как осили такие дорогостоящие поездки, бабушка Олесе признается, порой опускаются руки. А так хотелось бы, чтобы девочка не отличалась от своих сверстников. Она просто у меня все время слушает бабуля, когда у меня ручка вырастет, я в снежки хочу играть. Полгода семья обивала пороги, чтобы Министерство здравоохранения выделило хоть какую-то малость. Да и те деньги выделяют не заранее, а постфактум. Без протеза ходить уже нельзя. Без нагрузки ручка может совсем атрофироваться. Но сама девочка пока не думает об этом. У нее свои детские ожидания. На коньках хочу кататься. На коньках хочешь кататься? Да. Хорошие протезы, которые выглядят почти как настоящая рука и которыми можно двигать, есть в Германии. Там их ставят на два года. Но цены на них для семьи совсем заоблачные, не меньше двух тысяч евро. Наталья Белоусова, Ильшат Исламов. Время новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова